Я хотел бы две вещи тоже добавить, как человек, который занимается бюджетной политикой в разных странах. Есть такая практика, когда любой закон представляется, все-таки нужно знать, сколько он стоит ежегодно. Здесь в пояснительной записке это абсолютно непонятно, сколько он стоит. А второе, непонятно, за счет чего будет финансироваться все это на муниципальном уровне. Хотя основная нагрузка на муниципальном уровне. Если вы, наверное, знаете, муниципальный и региональный бюджет сейчас не в очень хорошей ситуации. И, в общем-то, не предвидится улучшение этой ситуации. За счет чего все это будет финансироваться, это абсолютно непонятно. И насчет термина, вот тут замечательный термин, это правила поведения, принятые в российском обществе. Я вот живу в российском обществе больше 50 лет, эти правила очень сильно варьируются. Вот, например, я говорил уже Ане, что с детских лет матом меня учили во дворе. Но я также знаю, что наши полицейские и милиционеры в советские годы тоже очень хорошо этим отличались. Вот будем мы учить мату мигрантов или нет? В каком виде, вот такому правилу поведения? Или они сами уже умеют? Я не знаю. Хотелось бы обсудить, не обсудить, а определить термин правила поведения в российском обществе. Или что такое запой, например. Я вот в деревне видел с детских лет, что такое запой. А в таджикской деревне я этого не видел. Наверное, надо объяснять, что это такое. Ну, это такая небольшая шутка, коллеги. Давайте перейдем к обсуждению и вопросам. Начнем с Ташкента. Пожалуйста, Ташкент, вам слово. Спасибо. Степан, мы прослушали. Вы Ташкенту дали слово? Да, вам слово, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Условия. Спасибо большое. Очень интересная тема. И это тема, которая заставляет очень задуматься над всеми нюансами, которые связаны с созданием этой новой системы адаптации, интеграции. У меня вот такие размышления. Вот в России уже 2-3 года существует практика, когда мигранты приезжают, обучаются языку, законам, истории российской. Вот какие-то, наверное, уже обобщения есть у специалистов относительно эффективности и необходимости вот такого обучения. Или надо ли понимать, что вот эти центры новые создаются на базе курсов, вот тех курсов, которые уже созданы. Или эти курсы вливаются в эту структуру. Вот. Вот у меня первый вопрос такой. Второй вопрос, значит, у меня относительно финансовых затрат на нахождение мигрантов в этих центрах. Вот я знаю, такие практики в Сибири есть, когда наши мигранты приезжают, не имеют профессии. Их работодатель, заинтересованный, чтобы этот человек работал, он его определяет на курсы по профессиональному обучению. А потом эти деньги в процессе работы дальнейшей он высчитывает из трудового мигранта. Вот здесь, где финансовое, значит, здесь или платит сам мигрант трудовой, или платит работодатель. Работодатель. Предполагается ли, что потом эти средства, которые работодатель заплатит за пребывание, за обучение в центре адаптации и интеграции, предполагается ли, что потом эти средства будут возвращены? Спасибо большое. И в дополнение еще один вопрос по поводу сроков пребывания трудовых мигрантов, иностранных граждан, вот в этих предполагаемых центрах социальной адаптации и интеграции и продолжительность обучения на этих курсах. По-моему, нас не слышат. Мы вас прекрасно слышим. Степан, вы нас слышите? Да, 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 мы вас отлично слышим. Слышите, спасибо. Конечно, конечно. Спасибо. Кто-нибудь хочет здесь в Москве прокомментировать эти, ответить на вопросы? Здравствуйте, коллеги. Вы Холанец, Ольга Дмитриевна. Я бы хотела сказать, что по эффективности судить сложно, но российское законодательство в обязательном порядке сейчас требует знания русского языка, и со следующего года это будет еще история России законодательства, поэтому, скорее всего, что, по крайней мере, формально эффективность будет высокой. Все трудовые мигранты, которые работают в нашем рынке труда, они априори должны будут знать и русский язык, и базовое законодательство, по крайней мере, это миграционное законодательство Российской Федерации, и хотя бы так, в первом приближении, что-то из истории России. Что касается, за чей счет, это вопрос очень такой актуальный. Сейчас действительно в законопроекте написано несколько вариантов этого оплаты. Вопрос о том, будет ли мигрант возвращать работодателю эти деньги, которые он за него заплатил, это вопрос договоренности между работодателем и трудовым мигрантом. Это в каждом случае, я думаю, будет решаться, в общем-то, индивидуально. Что касается самого центра, как предоставляющего государственные услуги, то, конечно, ему все равно, кто заплатит. Главное, чтобы эта плата была осуществлена. Дальнейшие расчеты уже выходят за пределы его полномочий. И последний вопрос был по продолжительности пребывания. В законопроекте указано, что разрабатываются адаптационные и интеграционные контракты. Конечно, детально прописывать, сколько там будет, это не вопрос законопроекта. Это, скорее всего, будет некое распоряжение либо постановление правительства Российской Федерации, которое будет утверждать типовые формы таких контрактов. Это будет зависеть от конкретного субъекта Российской Федерации, на территории которого такие центры будут. И будет зависеть от конкретных условий вот здесь и сейчас. Это подзаконные акты, свод этих подзаконных актов, естественно, будет разрабатываться и может быть сделано только после принятия закона, то есть приступать к разработке таких актов. Но это уже вопросы второстепенные, которые будут точно решаться после принятия этого закона. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Людмила Петровна, я хотела бы еще немножко добавить, ведь продолжительность пребывания трудового мигранта в этом адаптационном или интеграционном центре будет зависеть от того, на какое время будет подписан контракт. И по мере сдачи мигрантам всех экзаменов, подтверждающих, что он адаптировался в российское общество, он должен будет покинуть этот центр, если он успешно сдает, чтобы освободить место другим. А если не сдает, ну там вот я тогда не знаю, как что. Это нужно знать уже разработчиков у них спросить. Спасибо, Наталья Ивановна. Еще вопросы. Спасибо большое. Соображения в Ташкенте, да, Людмила Петровна. Если у вас есть какие-то соображения, вопросы, пожалуйста. Вы знаете, у меня еще вот такие соображения, вот, Шурат, какая это статья у нас по поводу глава администрации. Здесь, понимаете, вот глава администрации, глава администрации. Статья 6. Я думаю, на странице 5, вот, высший исполнительный орган государственной власти, субъекта Российской Федерации. Здесь очень много, значит, расписано обязанностей. Мне кажется, когда уже это как закон будет принимать, мне кажется, здесь более четко надо, знаете, вот, то есть он что? Он обязан прежде всего, ну, правильно, что он организует реализацию. Это большое положение, большой важный пункт. Дальше он создает инфраструктуру, соответствующую перечнем всех объектов, которые он включает. Дальше он определяет обязанности, полномочия каждого объекта инфраструктуры. А дальше он осуществляет контроль. А вот уже разрабатывает программу, определяет меры и все прочее. Это уже, наверное, не входит вот именно в его полномочия. Это он отправляет вот этим объектам инфраструктуры, которые обязаны это все выполнять и контролировать высший орган. Мне кажется, более четко, чтобы они были выполнимы. Потому что при таком перечне у губернатора, предположим, что ему делать нечего, вот это меры разрабатывать там и так далее. Спасибо. Спасибо, Людмила Петровна. Коллеги, теперь тогда в Кишиневе ваши вопросы, соображения. Кишинев, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Мы очень внимательно слушали. У нас тоже есть кое-какой опыт в проведении программ интеграции мигрантов. У нас есть различные категории. Но какие соображения? Вот то, что мы прослушали, это именно создание или привлечение потенциальных мигрантов для посещения и создания этих центров на территории странах исхода. Мы как-то обсудили проект соглашения об организованном наборе между Молдавией и Российской Федерацией. И там именно прописано было, что на территории Республики Молдова будут созданы центры по изучению законодательства, по изучению языку, по изучению культуры и норм, так скажем, поведения. И эти центры будут, работа этих центров будет скоординирована как с одной стороны, так с другой стороны. Это было бы замечательно, потому что основным препятствием в том, чтобы наши трудовые мигранты выехали и находились, то есть им не запретили въезд в Российской Федерации, является именно тестирование на знание языка и знание культуры и истории. То, что предвидится в следующем году. Откуда юному, так скажем, 20-летнему гражданину Республики Молдовы знать законодательство Российской Федерации и тем более историю, если он это не проходил в школе. Это другое поколение, которое было оторвано от нашей общей жизни в Советском Союзе. И поэтому мы думаем, что целесообразно создать такие центры предварительного, так скажем, тестирования на территориях стран исхода. В этом смысле у нас кое-что делается. При культурном центре Российской Федерации, то есть России в Республике Молдова, там люди наши, которые хотят уехать, там слышат лекции. Но то, что они слышат эти лекции, то, что они обучаются, там не подтверждается никаким документом. И это является препятствием. Еще вот насчет, сколько будет стоить этот проект законодательства и закона его реализации. Если этих центров по адаптации, я имею в виду, мигрантов создать на территориях страны исхода, это будет в два раза дешевле, потому что какой-то контрибуцию будет и от страны исхода. И еще, мы тоже согласны, что нужно определение, адаптация, интеграция нужно по категориям мигрантов. Потому что в основном, например, у нас сезонные рабочие, ему не нужна полная интеграция. Это зависит от потребностей этого мигранта. И, конечно, все мероприятия, которые предусмотрены для интеграции, для него будут лишними. И, конечно, он не будет заключать этот контракт по интеграции. И еще то, что госпожа Наркиз говорила об тесном его включении в законопроекте сотрудничества именно со странами исхода. Потому что у нас, например, в соглашении с Израилем и Италией, там прописаны все мероприятия, которые должны происходить на территории нашей страны по адаптации будущих мигрантов в их странах. То есть у нас создаются центры по изучению культуры и общих законов, например, Израиля. И до отлета в Израиль нашим рабочим делается семинар, по которым им объясняют, как себя вести, как и к кому нужно обратиться в случае нарушения трудового договора, и к кому и как нужно обратиться по медицинскому и страховому обеспечению. Дальше, если у нас будут кое-какие конкретные предложения, мы отправим позже. Спасибо. Спасибо большое, Валентина. Тогда, коллеги, переходим в Киев. Ваши соображения, вопросы? Пожалуйста, коллеги в Украине. Добрый день. Исходя из закона, получается, что мигрант будет проживать в центре адаптации и интеграции, если я правильно понял. Не будет ли правильным дать ему возможность не проживать в этом центре, лишь получать соответствующие услуги? Это будет дешевле для мигранта. Только один вопрос или еще какие-то будут? Соображение. Я, сколько занимаюсь миграцией, всегда считал, что адаптация и интеграция – это процессы, а не совокупность действий органов власти. Когда идет речь о адаптационных и интеграционных мероприятиях, да, я согласен, что это совокупность определенных действий, определенных услуг. Может быть, стоит немного изменить формулировки? Конечно, вы правы. И если вы подскажете, как изменить, мы будем тоже счастливы, и от нас всех внесем вашу формулировку. По вопросу проживания, пожалуйста, кто-то готов прокомментировать? Ну, мигрант может не обязательно проживать в этом центре, но считается, чтобы это будет лучше, поскольку после работы, придя в такой центр, у нас получить там весь комплекс образовательных услуг. А так придется мигранту ехать куда-то потом. Тут все будет жить в одном месте, они могут вместе заниматься и так далее. Хотя я с вами целиком согласна, что вот создание таких центров приведет к изоляции их от общества. А мы стремимся к тому, чтобы в результате реализации этого закона мигранты адаптировались и интегрировались в принимающее сообщество. Поэтому здесь вопрос, конечно, большой. Максим Крупский, юрист, ассистент проекта «Эксперты против коррупции». Мы занимались антикоррупционной экспертизой этого закона проекта. Если там мне пару минут дадут, я потом подробнее об этом скажу. Пока по поводу проживания. Мы в частности отмечали, что в данном законопроекте не содержится вообще никаких условий проживания иностранного гражданина в этом центре адаптации и интеграции. То есть на каких основаниях этот гражданин будет там проживать? Документы, я не знаю, будет заключаться какой-то контракт, будет жилье предоставляться по социальному найму, по аренде. Непонятно. В законе это не прописано вообще в принципе. Вопросы поднимались уже по поводу срока проживания, по поводу оплаты. Тоже, кстати, интересный вопрос, потому что абсолютно никаким образом не предусмотрена возможность бесплатного проживания, например, для беженцев. Потому что есть люди, которые, вот коллеги уже из МОМА как раз тоже поднимали вопрос по поводу беженцев. Тоже непонятно, каким образом, собственно говоря, будет осуществляться их проживание, если у них нет возможности ни у работодателя взять денег, ни самим найти этих денег. Потому что в принципе такая категория достаточно уязвимая. И при этом, которую необходимо интегрировать и адаптировать в первую очередь, потому что эти люди остаются в России, в общем-то, в дальнейшем им делаться больше некуда. Вот. Вот это вот два момента по поводу именно проживания. Но потом уже, впоследствии, я могу пояснить по нескольким другим пунктам. Значит, в настоящее время в России создано два таких пилотных адаптационных центра. Это в Тамбовской области и в Оренбургской области. Касательно деятельности центра в Оренбургской области я ничего не могу сказать. А вот с деятельностью центра по Тамбовской области я несколько знакома. И получается, что в Тамбовской области в адаптационном центре за мигранта платит работодатель порядка 7-8 тысяч рублей в месяц. Затем, значит, трудовой мигрант должен ему постепенно возмещать затраченные средства. И они там проживают. То есть у них там есть удобство, душевая, холодильник и кухня. Они там могут все готовить. Эти центры как бы пилотные. И рассматривая вот эти два центра, планируется создание подобных им центров. Но какие они будут, пока, в общем-то, ясности четкой нет. Потому что все будет действительно зависеть от финансирования создания таких центров. Сейчас ФМС России создает подобные центры еще в ряде субъектов Российской Федерации. Для их создания используют на базе зданий и объектов, которые, в общем-то, сейчас не функционируют. Некоторые бывшие там центры ФМС России, территориальные органы и другие структуры, которые сейчас не действуют. На базе пока вот таких новых центров, пока строительство новых не предусмотрено. Но все будет зависеть от финансирования. Конечно, добавьте. Я просто как раз немножко знакома с деятельностью центра в Оренбурге. То есть, как бы принцип тот же самый. Если мигрант имеет разрешение на работу, то оплачивает работодатель. Если он имеет патент, то он самостоятельно оплачивает. Но вот что удивило нас, так это то, что там только мужчины проживают. Это не семейного типа общежития. И вот вопрос, который у нас в первую очередь возник. А что делает если мигрант семейный приезжает как бы с женой, с детьми? Потому что это совсем другая инфраструктура, другой регламент и правила проживания. Может быть, для семейных это было бы как раз и удобный вариант. А для одиноких, может быть, и не совсем удобный. Спасибо. Коллеги в Киеве, еще, пожалуйста, ваше соображение, вопросы? Все, нет вопросов. Спасибо большое. Нет больше вопросов. Спасибо большое за ваше участие. Тогда у нас Бишкек. Там была коллега в Бишкеке. Пожалуйста, ваши соображения и вопросы. Остался ли у нас кто-то в Бишкеке? Да, не похоже. Тогда у нас есть еще в Москве выступление. Вот, пожалуйста, Максим хотел сказать несколько слов о коррупционной составляющей. Да, спасибо большое. Ну, собственно, да, мы проводили в апреле этого года антикоррупционную экспертизу этого законопроекта. Выявили там достаточно большое количество коррупциогенных факторов. В основном связанных с двумя проблемами. Это наличие огромного количества оценочных понятий. И наличие такого коррупционного фактора, как отсутствие четко регламентированных административных процедур. Это два основных требования и две основных претензии к этому законопроекту. Потому что в нашем понимании, на самом деле, данный законопроект является даже не законопроектом, а продолжением концепции миграционной политики. Потому что все-таки требования, которые предъявляются к проекту федерального закона, как к такому нормативному документу, это все-таки наличие каких-то более или менее сформулированных, пускай и в определенной степени. В общем, общего характера замечаний или предложений, механизмов, но тем не менее наличие каких-то определенных механизмов. Что здесь прописано? Здесь прописано, что адаптация и интеграция, как уже отмечали коллеги, является совокупностью услуг. При этом законопроект не раскрывает вообще, что подразумевается под этими услугами. То есть какого-то базового перечня услуг, предоставляемых иностранным гражданам, в законе не предусмотрено в принципе. Это первая претензия. Следующий момент. В тексте закона встречаются такие понятия, как адаптационный контракт, интеграционный контракт. То есть каждый из этих документов является договором. В соответствии с гражданским кодексом у нас обязательным условием того или иного договора является перечень услуг. Без перечня услуг, хотя бы базового перечня услуг, договор по сути будет являться недействительным. У нас не предусмотрено в законе, в этом законопроекте вообще никакого перечня базовых услуг, ни интеграционных, ни адаптационных. Тоже очень большая проблема, потому что действительно законопроект сформулирован в такой общей форме. И несмотря на то, что он такой, ну что ли, в общем, простите за тавтологию, проектный характер носит и впервые по большому счету поднимает на уровне проекта федерального закона проблему интеграции и адаптации в таком каком-то масштабном, на масштабном уровне. Тем не менее, все равно какие-то базовые вещи должны быть в нем сформулированы. В противном случае непонятно, в каком направлении двигаться разработчикам каких-то приказов, регламентов, в частности административных регламентов. Потому что, насколько я понимаю, все-таки ФМС будет руководить разработкой в этом направлении каких-то подзаконных нормативных актов. И в этом смысле им нужно будет на что-то опираться, а опираться им, в общем-то, по большому счету не на что. Что касается еще других пунктов этого законопроекта, это то, что, на наш взгляд, очень важно прописать юридический статус и административный статус центров адаптации и интеграции. Что это за центры? Это государственные учреждения? Это некоммерческие организации? Что это? Непонятно. Непонятно, каким образом будет происходить их дальнейшее функционирование в рамках какого законодательства. Отсюда вытекает вопрос, связанный с налогами, с административным статусом и так далее. То есть все вещи, которые формального характера, которые должны быть прояснены, в том числе в этом законопроекте. Потому что в противном случае вообще непонятно, о каком учреждении идет речь. Это такая некая абстрактная категория центра адаптации и интеграции. И естественно, вот те вещи, про которые я уже сказал, по поводу проживания иностранных граждан в этом самом центре социальной адаптации и интеграции. Тоже непонятно, в какой форме оно будет осуществляться. И отдельный вопрос, очень важный на наш взгляд, особенно в последнее время, который свою актуальность еще большую приобрел. Это естественно вопрос, связанный с адаптацией и интеграцией беженцев. Несколько десятков тысяч беженцев с Украины, несмотря на то, что все-таки, на наш взгляд, граждане, которые наиболее адаптированы и интегрированы к российскому обществу. Тем не менее, все равно вопросы эти решать необходимо адаптация и интеграция, в том числе и к этим категориям граждан. Потому что не только живет из Украины беженцев у нас достаточно большое количество. Это беженцы из Центральной Азии, беженцы из Африки. Совершенно верно, Афганистан и какие-то африканские страны, ДРК и Кот-Дивуар и различные другие страны, которые вообще не имеют тесной ни культурной, ни языковой связи с Российской Федерацией. И тоже, каким образом, собственно говоря, их интеграция, адаптация и вовлечение в социальную жизнь Российской Федерации будет осуществляться, непонятно. И вот для них нужно создать максимально удобные условия для адаптации и интеграции. По какой причине? Их, на самом деле, не такое большое количество, потому что у нас беженцев в России всего призвано там 800 с лишним человек. Даже не тысяч, а именно 800 с лишним человек на всю Российскую Федерацию. Чуть больше лиц, которым предоставлено временное убежище, тем более с учетом ситуации, которая происходила на территории Украины и происходит. И в связи с этим этот вопрос тоже должен решаться как-то в упрощенном каком-то порядке, предоставлять какие-то большие преференции этим людям в плане адаптации и интеграции, как лицам, которые будут на более продолжительное время оставаться на территории Российской Федерации, нежели трудовые мигранты. Вот это такие тезисные, основные, принципиальные моменты, на которые мы хотим обратить внимание. Естественно, я абсолютно согласен с коллегой из Всемирного банка, что и этот законопроект, и подавляющее большинство, если не все законопроекты, на которые мы проводили антикоррупционные экспертизы, вот за последние 9 месяцев мы их сделали больше 50 штук, нет вообще никакого, не уделено никакого внимания вопросам финансирования, собственно, тех процессов и механизмов, о которых идет речь в этих законопроектах. То есть то самое финансово-экономическое обоснование в каждом законопроекте отсутствует. Пишут просто разработчики, что не требуют никаких дополнительных затрат, и все. И вот здесь в том числе, да, потому что мы сделали вывод, почему, собственно говоря, они не пишут, потому что для этого нужно будет определенное согласование, требует заключения брать у правительства Российской Федерации. Они не хотят этого делать, потому что гораздо проще протолкнуть таким образом законопроект, минуя дополнительной стадии его обсуждения. И вот говорили уже сегодня, это последний момент, о котором я хочу сказать, говорили уже сегодня о пояснительной записке к законопроекту. К сожалению, это тот документ, который не несет какой-то нормативной нагрузки. То есть да, в нем раскрываются какие-то там смыслы, какие-то идеи, которые разработчиком исследовал, но это не тот документ, который имеет силу впоследствии федерального закона. Поэтому все-таки нужно переносить какие-то вещи из пояснительной записки непосредственно в текст самого акта разработанного. Вот, пожалуй, и все. Если там интерес какой-то возникает к этому законопроекту, к другим законопроектам и заключениям на эти законопроекты, то можно вот в поисковике найти просто, вбить эксперты против коррупции. Третья ссылка сверху, там, если в гугле искать. Это как раз вот на сайт vs.corruption.ru, сайт нашего проекта. Там все заключения на все законопроекты, которые у нас были выполнены за последние полтора года, они все есть. Большое спасибо. Спасибо большое. Максим, кто-нибудь еще хочет в Москве выставить? Да, пожалуйста. Я хочу сказать несколько слов, как человек, который участвовал в разработке этого законопроекта. По крайней мере, на начальных стадиях. Значит, я хочу сказать, что сама тема адаптации, интеграции мигрантов, она очень новая. Я включила. Она очень новая. Сама по себе миграционная политика Российской Федерации, она очень молодая. И развитие этой политики на каком-то этапе логически подошло к тому, что пора обратить внимание на эту тему тоже. До сих пор этой темы не возникало просто в силу того, что граждане бывшего Советского Союза, естественно, никакой особой адаптации, интеграции не нуждались. Но когда к нам едет уже третье поколение, выросшее без Советского Союза, то это актуально именно в отношении трудовой миграции именно из стран Сатуральной Азии в первую очередь. А я хочу сказать, что это не первый, не второй и даже не третий вариант этого законопроекта. И первые варианты были гораздо шире. Они охватывали то, о чем сегодня говорили, разные категории мигрантов. Мы пытались, насколько сейчас само миграционное законодательство дифференцировано по каналам вхождения, по 115-му федеральному закону, настолько планировалось дифференцировать и подходы в осуществлении интеграции и адаптации. Но в итоге получилось из-за большого количества разных мнений, из-за большого количества участников, в общем-то, в итоге появился этот крайне сжатый, маленький, рамочный документ. Я хочу сказать, что все, кто принимал в этом участие, прекрасно понимают его дефицентность именно в этом смысле. И было даже предложение, которое, допустим, мы официально направили в ФМС, о том, чтобы рассмотреть вопрос об изменении названия этого законопроекта. Поскольку гораздо проще назвать его об адаптации трудовых мигрантов, и тогда текст этого законопроекта практически полностью отвечал бы его названию. Потому что здесь речь идет в основном об адаптации трудовой миграции. Чем расширять его и с нуля писать большой законопроект, охватывающий абсолютно все сферы. Но, ну, как назвали, так назвали. По сути, это осталось по трудовой миграции. И особо хочу сказать, что, конечно, в адаптационных интеграционных процедурах нуждаются не только трудовые мигранты, и даже не только беженцы. Я скажу больше. Даже сейчас, ну вот мы на следующий год, планы эти уже, ну, вряд ли реализуются, но, по крайней мере, может, реализуются, но не нами. Рассматривали вопрос о запуске таких процедур для соотечественников, которые пребывают в рамках государственной программы. Потому что, несмотря на то, что это русские люди, русскоязычные, русско-культурные, они едут в Россию как на родину, и все равно они едут из другого государства, и любой переезд в другое государство влечет за собой смену образа жизни. И вот подстроить человека, помочь ему встроиться в принимающего сообщества, подчеркивает, это соотечественник, который имеет всю государственную поддержку и стремится стать гражданином, и Россия для него родина. И эти люди нуждаются в неких процедурах. Это все делается, естественно, но делается не формализованно на уровне принимающих ответственных за полномочий на органы, ответственных за реализацию на местах. А мы планировали ввести это тоже какое-то правовое русло и заниматься именно адаптацией, интеграцией этой категории. Поэтому что говорить о трудовой миграции? Естественно, вопрос назрел и более чем. Одним из больших плюсов этого законопроекта является сама попытка разделить и дать хоть какие-то определения. Потому что до сих пор понятия адаптации, интеграция существовали только в экспертном и научном сообществе. Ввести эти понятия в юридическое поле так, чтобы потом можно было точно к этим понятиям апеллировать, дать очень сложно. Вот коллега из Киева сказал, вот это плохо, и критикует даже те определения, что есть. Поверьте, это, ну, не знаю, ни первое, ни десятое даже. Если у кого-то есть предложение, как вот еще точить, точнее сказать, на этом этапе, я подчеркиваю, на этом этапе, нельзя сразу объять необъятное в той сфере, которой никогда раньше политики не было, и за, ну, полтора года примерно идет разработка, сделать все хорошо с нуля и во всем объеме. Ну, это просто непосильная задача. Что касается терминологии, на мой взгляд, то, что сейчас в законопроекте, это максимум сделано, и вот объективно, и, в общем-то, я бы вот эти определения пока, честно говоря, не меняла, их бы уже дальше не критиковала. Вот, значит, что касается... Документ рамочный получился, но здесь есть очень важный пункт, в статье 5, пункт 2, о разработке государственных программ и программ субъектов Российской Федерации по адаптации интеграции. А что такое государственная программа, чтобы тоже вот понимали, что этим законопроектом планируется закрепить? Вот у нас есть единственная пока государственная программа такого масштаба, это опять-таки вернусь государственная программа по оказанию добровольному переселению соотечественников. Этот документ, но он, правда, был утвержден указом президента Российской Федерации, а не правительством, то есть это документ очень высокого статуса, государственная программа, которая описывает каждый шаг человека от задумки о переезде в Российскую Федерацию до получения им гражданства. И как он едет, и как ему компенсируют, и кто с ним работает на каждом этапе. Вот такая государственная программа, сделанная, допустим, про трудовую миграцию, позволила бы все то же самое делать для любого трудового мигранта. Туда могло быть включено и блок его адаптации интеграции. Пока, ну, нет такой программы. Но есть задача сделать государственную программу по адаптации интеграции, куда, в свою очередь, должны быть включены все те категории мигрантов, о которых вы говорили. Студентов точно так же надо адаптировать. Приезжающих там, не знаю, на лечение, да даже с туристами нужно работать, чтобы они правильно себя вели в городе, как туристы, которые приезжают. То есть здесь аспектов очень много. Государственная программа при ее разработке, она как раз вот дает возможность вот эти все категории мигрантов учесть и под них подстроить. Потому что, говорю, попытка с наскока сделать это в рамках федерального проекта, федерального закона, она не удалась. Плюс к этому у нас планируют, ну, вот как по законопроекту, это региональные программы, где на каждом регионе все будет то же самое, только еще более детализировано и привязано уже к специфике конкретного субъекта Российской Федерации. А у нас субъектов, вы знаете, очень много и все очень разные. И прописать один закон для всех и все свои тонкости, это тоже просто нереально. Для этого существует государственная программа субъекта Российской Федерации. Вот эти, свод этих государственных программ субъектов Российской Федерации, в общем-то, в совокупности. Они в итоге должны дать тот эффект, который мы ожидаем. Роль неправительственных организаций, местного населения, гражданского общества, она здесь очень мало отражена. В общем-то, очень так, это одной строчкой продекларировано, скажем так. Но мне кажется, что это одна из основных задач, потому что, естественно, никакой орган государственной власти в одиночку с этим не справится. И вот я сошлюсь на исследовании, которое недавно было по президентскому гранту, выполнено фондом наследия Евразии. Я там принимала участие, вот и вот Анна принимала там участие, что сейчас роль НПО, она немножечко в работе с мигрантами, в том числе и по адаптации и интеграции, она немножко переоценена. У НПО немножечко должна быть другая целевая аудитория. То есть мы пришли к выводу, что мигранты не обращаются в неправительственные организации, они обращаются к своим соотечественникам, в свои диаспоры, к людям, которые уже здесь как-то обустроились. И НПО в работе, в том числе и по их адаптации, в общем-то, должно иметь целевую аудиторию этих людей, которые уже адаптировались, чтобы через них как-то транслировать эти вещи. Но, повторю, роль государства здесь заключается в том, чтобы поддерживать эти инициативы. А создание этих инициатив, работы, это уже задача всего корпуса НПО, собственно, самих людей, которые должны и понимают значимость этой работы. Что касается индикаторов, вопрос, как это все померить, что называется. Про индикаторы вообще в законопроекте ничего нет. И мы так предполагаем, что единственная строчка отчета по адаптации интеграции всего трудового потока это будет количество заключенных контрактов и денег, сколько с этого собрали. Ну, то есть, опять-таки, вы уже об этом говорили по аналогии с патентами. Конечно, вот этот блок индикаторов его нужно разрабатывать. Но, опять-таки, это должно быть какое-то задание, я так думаю, именно экспертному и научному сообществу на разработку этих индикаторов, в том числе с учетом международного опыта. Но я бы сказала, что в этом смысле, что разделение, адаптация, интеграция, попытка была сделана. Понимание того, что не нужно интегрировать временную миграцию, особенно сезонную миграцию, оно есть, оно на самом деле в законопроекте отражено. Никто не собирается интегрировать тех, кто приехал только на работу и уезжает обратно. Для этого есть как раз адаптационные вещи. Интеграция, она предусмотрена уже для тех, кто хочет получить гражданство или остаться на долгий срок, то есть годами жить в Российской Федерации и хотят сами как-то интегрироваться. Но здесь упускается из вида только еще один момент, что неотъемлемой частью адаптации это то, что мы называем обустройством. Это не выделено в законопроекте, это тоже обсуждалось, но оно не вошло никак, это понятие в законопроект, что такое обустройство. Это когда человек имеет крышу над головой, имеет место работы и имеет средства на существование ну хотя бы в размере прожиточного минимума. Ну там дальше еще были ряд критерий, но вот эти три, они как бы базовые. Если человек обустроен на территории, это уже часть его адаптации. Дальше к этому уже прибавляется его включенность в некие социальные процессы, его самоощущение включенности, его, скажем так, ну вот тот миграционный климат, который есть в данной, даже не скажу, что в стране, а вот в том месте, где он живет, в данном городе, в данном, в данной селе, в данном, в данном субъекте. И здесь, конечно, вот померить вот это самоощущение человека, потому что сказать, что он интегрирован, может только он сам, или он адаптирован к этой жизни, может только сам человек. И, конечно, здесь большое значение, опять-таки, имеют социологические исследования, это мы возвращаемся к роли НПО, к роли экспертного и научного сообщества, но роль государства в этом, это дать им это задание и, соответственно, за это заплатить. То есть это система грантов именно на исследование в данной теме. Иначе мы никогда не получим никаких индикаторов, которые будут реально отражать жизнь. Количество выданных патентов совершенно не отражает положение на рынке труда патентов. Точно так же заключенные контракты и даже выданные справки никак не будут отражать масштабы или не масштабы, то есть какую-то процентность реальной жизни этих людей, реальной их включенности, реальной их адаптации. Или реальной их интеграции, если они здесь живут долго. Я думаю, вот каждый про себя может сказать, вот какие параметры моей адаптированности к текущей моей жизни. Или интегрированность. Это легко выйти на улицу, это легко зайти в любой магазин, это легко общаться с прохожими. Это знать, куда пойти и кому обратиться в случае любых жизненных ситуаций. Это иметь социальные сети, социальные связи не со своими людьми, с которыми ты вместе приехала, а иметь социальные связи с местным населением, с местным сообществом. Вот глубину этих связей. Это смешанные браки, это дети в смешанности. То есть вот весь этот комплекс, он реально показывает систему интеграции. Извините, коллеги, по-моему, в Бишкеке. Если вы нажмете на мьют, спасибо. Да, да, да. Если можно, на мьют нажмите. Мы вас очень хорошо слышим. Ну, собственно говоря, вот это основное, что я хотела бы сказать. Я думаю, что законопроект в том виде, в котором он есть, естественно, нуждается в очень серьезной доработке. в серьезной доработке именно вот по усилению, первую усилению блока о роли научного, экспертного и неправительственного сектора, о роли местного сообщества. Ну, вот с чего она начала. И это ключевое слово. Это должно быть взаимно. То есть целый блок, которого здесь нет, он должен быть посвящен все-таки работе с местным населением. Это то, что мы вот эту вот фразу, которая цитировалась в концепции иммиграционной политики, собственно, мы ее туда вписывали, вот, она должна остаться в этом законе и быть как бы вот краеугольным камнем этого всего закона, поскольку это процесс такой взаимной, этой адаптации. Собственно, вот все. Спасибо. Спасибо вам большое. Еще давайте коллеги в Москве. Абишкек, я не уверен, что это не наша сеть. Мы еще Алма-Ате дадим слово, а пока что давайте в Москве. Я думаю, что вот этот законопроект, это, наверное, определенная эволюция нашей концепции, которую мы приняли несколько лет тому назад, и тому были определенные экономические и политические предпосылки принятия данной концепции. И я бы на данный момент разделил те инициативы и проекты, которые были приняты или рассмотрены и в Государственной Думе, и в общественности после принятия концепции, наверное, можно разделить на позитивные и негативные для мигрантов нормы закона или проекты закона. Касательно позитивных, я думаю, что вот как раз-таки закон по адаптации и интеграции, который я очень сомневаюсь, что будет принят, исходя из экономической ситуации в стране и политической ситуации в стране, и настроениям в Государственной Думе. Касательно позитивных моментов также стоит отметить то, что вот был, то есть принимается закон о переформулировании, ну, то есть сейчас отменяются квоты и квотный механизм, и вместо этого вводится понятие патент для осуществления трудовой деятельности у юридических лиц. Это тоже позитивный сигнал для мигрантов, я думаю, очень хороший, он будет принят, поскольку экономическая необходимость тому имеется. Касательно негативных моментов после принятия концепции норм, я думаю, что мы были очевидцами того, что тенденции шли к ужесточению миграционного законодательства, судебной практики, правоприменительной практики. Вот мы как раз с коллегами обсуждали тот вопрос, что даже по нормам закона судьями Мосгорсуда, допустим, принимаются разные решения, то есть вот по патентам непроживания по месту жительства или непродлению пребывания в России после получения патента. Судьи принимали разные совершенно решения, судебные решения. Также вот в норму закона приняли понятие закрытия въезда, включения в контрольный список иностранных граждан. То есть сигналы о том, что будет ужесточение, ужесточение, мы их становимся очевидцами этих сигналов. Я думаю, что на данный момент пока решения первоочередных задач мигрантов не будут приниматься, а именно мы до сих пор не знаем, как правовой статус лиц, которые работают с патентами. Сейчас принимается еще новый закон, который тоже не дают. То есть там есть моменты, которые противоречат. Законы друг другу противоречат. И это еще больше усложняет пребывание мигрантов в Российской Федерации. Поэтому может быть нам стоит обсудить как раз таки вот эти моменты, которые являются первоочередными для мигрантов, а именно пребывание, осуществление трудовой деятельности. И вот как раз если мы выявим уже на экспертном уровне вот эти противоречия, может быть это будет уже содействие принятию вот этого закона, поскольку закон действительно имеет и позитивные моменты, и моменты, которые, то есть неясности, о чем говорили коллеги, я совершенно сто процентов поддерживаю, потому что многие наши законы, многие нормы, которые были приняты и в 15-м, и в 15-м ФЗ, и в другом законе, они противоречат друг другу, очень много неточностей. Все, спасибо. Спасибо, Аня, и потом Юля, вы хотите нет? Вот когда мы смотрим на международную практику, каким образом осуществляется и какие подходы используются к интеграции мигрантов, и сравним с Россией, возникает невольно такой когнитивный диссонанс, потому что то, о чем мы говорим, когда говорим об интеграции, совсем не то, что происходит в Европе, и о чем описано в европейском законодательстве, когда, ну и не только в европейском, на самом деле, в американском, тоже, когда речь идет об интеграции. И мне кажется, здесь вот нам сейчас на данном моменте тоже важно понимать, о чем, что происходит у нас. У нас этот законопроект, он сливается с целями, его цели, это цели также и стратегии национальной политики, основная цель которой, опять же, состоит в снижении межнациональной напряженности, поэтому в нашем случае речь идет именно об этом, социальной и культурной интеграции, адаптации. А то, о чем сейчас говорил Сулаймон и Ольга Дмитриевна, когда говорила об устройстве, это относится к экономической интеграции, то есть доступ к рынку труда, условия пребывания членов семей и их права на работу и так далее, это все относится к блоку уже экономической интеграции. Просто дело в том, что, скажем, если мы проанализируем европейскую практику законодательную, там нет этого разделения на социальную и экономическую интеграцию, есть просто общий термин интеграция, да, и под интеграцией понимается комплекс мер, которые направлены именно на встраивание мигранта в жизнь, в стране пребывания, и это встраивание осуществляется по ряду направлений, это образование, рынок труда, защита от дискриминации, основные направления, в нашем случае речь идет совершенно о другом, да, вот в этом законопроекте, потому что он единое целое со стратегией национальной политики, его цель снижение межнациональной напряженности, поэтому если поднимать вопрос о том, о чем говорил сейчас Сулаймон и про обустройство, это уже отдельный какой-то будет, наверное, законопроект, а в этом случае мы можем говорить только в рамках межнациональных отношений. Аня, я не совсем с тобой могу согласиться, потому что все-таки, что вызывает негативное отношение у местного населения по отношению к мигрантам? Прежде всего, их тип поведения и то, что они работают нелегально, создают проблемы российским гражданам, поэтому я думаю, что рассматривать процесс адаптации и интеграции нужно в таком контексте, как это делается в Европе, потому что если мы будем рассматривать социальную и культурную адаптацию мигранта, но он будет работать нелегально и люди будут об этом знать, то это вызовет негативное отношение со стороны населения, ведь, как правильно говорил Наргиз, процесс адаптации и интеграции это двусторонний процесс, то есть местное население тоже должно принимать этих мигрантов, а если они будут работать нелегально и они будут жить в жутких условиях, как у нас показывают в СМИ, мы видим постоянные репортажи о жутких условиях их проживания, то это не вызывает никакого положительного отношения и процесс адаптации и интеграции, мы не достигнем успехов в этом процессе. Я хочу, наоборот, поддержать, потому что, Наталья, вы же правильно говорите, что вызывает протест, а что вызывает, что на русском языке не говорят в магазинах, понимаете? Потому что, но вот то, о чём коллега говорил, что меняется процедура выхода на рынок труда, оно, в общем-то, это далеко от тех задач, которые решают этим законодательством. Неважно, как он будет выходить по патентам, по разрешению на работу, какие там... Главное, чтобы было легально. Но даже вопрос борьбы с нелегальной эмиграцией, он тоже выходит за рамки этого. Потому что, если... Ну, хорошо, возьмём граждан Украины, граждан, не знаю, там, Белоруссии. Белоруссии, ну, хорошо, это люди, которые вот знают русский язык в большинстве своём, да, вот им не нужно. Они даже историю знают, и даже законодательство где-то так. Вот считать, что они интегрированы и адаптированы, что они, ну, хотя бы адаптированы. Вот считать, или вот с ними всё закончилось, но они же тоже точно так же выходят на рынок труда, ну, да, Белоруссия нет, граждане Украины или приграничные граждане, там, Казахстана, которые едут в Москву. Они тоже знают русский язык, законодательство и чуть-чуть историю. Они зададут этот тест. Считать, что они адаптированы, они будут нелегально работать, но они никакого напряжения в обществе не вызовут. Ну, не вызовут. Просто никто, вы же не спрашиваете, это легально или нелегально. Покажи договор. Ольга, просто я говорю о том, что социологические опросы, которые проводят, я говорю о том, что все социологические опросы, которые проводятся по выяснению отношения местного населения к мигрантам, показывают, что 70-80% негатива вызывает именно нелегальная занятость трудовых мигрантов. Поэтому вот эти вопросы, нет, ну, пока эти опросы я не хочу сказать. И действительно, поэтому вот говоря об адаптации и интеграции, нужно учитывать все аспекты, а не только социально-культурные. Потому что те же самые экономические условия. Если он ущемляется на работе, он знает русский язык, он знает основы законодательства, историю, там, обычаи и так далее. Но если рядом работает россиянин и мигрант, и мигранту платят значительно меньше, и его все время ущемляют его права, и ему приходится больше работать, то о какой интеграции и адаптации мы можем говорить. Возвращаемся вот к тому, что предложение было. Давайте мы законопроект поменяем название и заточим его вот именно для трудовой миграции. Тогда туда будет логично вносить все эти нюансы трудовой миграции. Но если этот законопроект претендует и хотят его сделать и для беженцев, и для других там, и для образования, и для других, всех категорий мигрантов, и для футбольных тренеров. Да, и ВКС, да, и туристов, и всех, вот, да, чтобы им объяснять правила, правила, как сказать, да, правила жизни, да, правила поведения, его всем надо объяснять, понимаете? Тогда это другой разговор, это два разных подхода к этому законопроекту. Гораздо легче, сейчас, я считаю, гораздо лучше поменять название и доработать законопроект именно с его настройкой на трудовую миграцию, увязав ее с экономической, а потом, пожалуйста, добавлять, потихонечку расширять и по чуть-чуть все остальные категории мигрантов привлекать. Может быть, такой путь будет, ну, как бы, эффективнее, чем сейчас, не принимать этот закон только потому, что в нем нет мелочей про разные другие категории мигрантов. Ну, решать, принимать или не принимать, это, наверное, от нас, к сожалению, зависит. Нет, нет, ну, конечно, конечно, нет. Вот, просто я хочу сказать, что очень зачастую и экспертное сообщество, и ученые идут, и госслужащие порой вот так смотрят на какие-то законопроекты, а когда они принимаются, то мы хватаемся за голову и не знаем, что делать, потому что слишком много не проработан, и нет механизмов реализации. Вот данном законе этого нет. Давайте сузим. Сузим. Сузим поле деятельности, поле этого закона, на кого он направлен. И это даст возможность как раз прописать те недостающие элементы экономического, которых и здесь сейчас нет. И увязать это все. Это гораздо проще будет путь, и он эффективнее, он выгоднее будет. Потому что действительно больше всего проблем это трудовая миграция. Самый большой поток это трудовая миграция. И с трудовой миграцией самый большой поток это Центральная Азия. Самые большие проблемы это трудовая миграция от Центральной Азии. Давайте мы сделаем адаптацию, интеграцию трудовой миграции. Это нет, ну как мы можем, мы понимаете, поменять название законопроекта гораздо проще и доработать его чуть-чуть, чем вот... Хотя, честно говоря, меня смущают вот эти Центры, я бы сказал, временного содержания, а не как-то... Что-то между общежитием для... Как они назывались? Для лимитчиков и Центрами и тюрьмами, да? Наверное, что-то другое нужно. Ну, наверное. Поэтому, да, непонятно тут сколько центров будет у ФМС или это будет Минрегион развития тут... Минрегион развития уже больше нет, да, поэтому... Просто была уже практика, да, создание вот такого центра в Екатеринбурге, когда был государственный центр, другого финансирования, там никто не жил из мигрантов, потому что это было далеко от города. Где они будут располагаться? Опять же, как им добираться до работы? Конечно, конечно. Хорошо, если это строительные специальности, они компактно живут, их возят на работу. А если это патентники? То есть, вот много-много таких вопросов, но все-таки, мне кажется, экономическая интеграция это база, да, которая должна быть. Человек может отлично говорить на русском языке, знать культуру. Много мигрантов с высшим образованием, приезжая сюда, который говорит, я там был уважаемым человеком, я преподавал в университете, здесь он работает нелегально. Он адаптирован? Нет, он не адаптирован абсолютно. Но дайте ему возможность найти работу, какую-то нормальную зарплату, легально работать, и он отлично сам адаптируется, ему не нужны будут курсы русского языка, он будет сам ходить в музей, еще куда-то, то есть какие-то элементарные. Ну да, это одна из элементов, да. Это один из маленьких, в чем должен быть маленький кусочек? Ну вот по закону сейчас считается, что это единственный элемент, да, вот как-то так. Ну они были, в 2012 году у нас Центр трудового обмена, у нас был проект на Войковской, то есть согласование, три года мы бились, бились, и так и не смогли, вот быстро возводимые конструкции, вроде бы за счет работодателей, без каких-либо, без какой-либо нагрузки на местную инфраструктуру, то есть все было подготовлено, но, к сожалению, три года мы не смогли убедить управу района Войковской. Ну и потом вот я смотрю, как идет строительство массовое в Москве, да, они живут на стройке, где вот эти кубики расположены, какой, где все как бы под контролем, фирма, которая их наняла, да, которая там, наверное, большая коррупционная составляющая, чтобы выбить все это по квоту. Нет, не только, не только, не только, не только, но просто я не представляю, как они с этой стройки будут идти в центр адаптационной. Степан, мысль закончена, что я не представляю, как после тяжелого физического труда можно еще чему-то учиться, ну, как бы я и сам работал в сельском хозяйстве, но это невозможно. Чему вы будете там учиться? Вы еле доползаете, выпиваете что-то, да, и ждете следующего дня. Какие там экзамены, какие тесты, о чем мы говорим? Если это делать, как Таргиз правильно предлагает в странах исхода, это другое дело. А здесь тяжелый физический труд. Да, да, конечно, конечно. Наргиз, пожалуйста. Коллеги, вот можно, вообще-то очень интересная дискуссия, я просто сожалею, почему у нас такое малое количество экспертов, вот по крайней мере, за нашим столом собралось, но я поняла, что Алмата, Астана, так же, как и Минск, и Армения, не сильно заинтересованы, потому что это страна Евросоюза, и, наверное, вот этот законопроект не будет касаться напрямую, регулирования, социальной адаптации, интеграции граждан из этих стран, у них, наверное, какие-то особенные будут, я не знаю, положения, привилегии, потому что это уже не просто, они не будут считаться мигрантами, да, в России, потому что это все-таки единое экономическое пространство, и общий поток работе силы, все понятно. Мы так поняли, что отсутствие экспертов из этих стран все-таки предполагает, что законопроект на них не распространяется. Но я хотела просто сказать, что вот мы сейчас ушли от дискуссии или обсуждения законопроекта, мы ушли к практической реализации. То есть многие, вот все-таки положения этого закона будут, закон будет реализован, если его положения войдут все-таки в какие-то конкретные документы. Например, вот вы сейчас обсуждаете создание или поощрение социальной интеграции и адаптации, еще на стадии исхода, да, миграции. Мне кажется, если законопроект будет включать такое положение, что вот это будет регулироваться в рамках межгосударственных соглашений, то потом эти межгосударственные соглашения наконец-то появятся, потому что понятно, что не только Российская Федерация будет нести эту ответственность, но и страна исхода. И тогда вот мы в законопроекте увидим это требование, что все-таки нужно вот это регулировать еще на стадии межгосударственных соглашений, и эти межгосударственные соглашения когда-то появятся. Ну, по крайней мере, есть же соглашения о регулировании трудовой миграции, да, почему бы в эти соглашения не включить раздел по социальной интеграции адаптации но вы сейчас обсуждали вот переход этого закона от закона от адаптации интеграции граждане и на Gosling адаптации интеграции трудящихся мигрантов но мне кажется все равно вот это не исключает необходимость дифференцированного подхода к которому говорили во всех трех презентациях потому что даже внутри этих трудящихся szeme грантов понятно что краткосрочные не будут подвергаться интеграция подвигаться адаптации но даже внутри долгосрочных, будут все равно, есть категории, которым требуются разные подходы. Например, домашние работники, да, это вот сектор, как домашняя работа, он сильно развивается, вот наличие патентов, да, для работы у физических лиц, да, то есть тоже способствует тому, чтобы вот люди стали работать в домохозяйствах. Мне кажется, вот здесь понятно, что эти люди не смогут проживать в центрах поддержки или центрах содействия, там, не знаю, адаптации, потому что они уже могут, большая часть из них уже живет в домохозяйствах, им нужны совершенно другие услуги, да. Поэтому, мне кажется, вот этот закон все-таки должен положить основу дифференцированного подхода, в том числе и в оказании услуг. И вот обсуждение, будут они проживать, не будут проживать, какая модель эффективна, может быть, тоже не очень, я не знаю, правомочно сейчас, мне кажется, все-таки важно развивать рынок этих услуг. Но государство должно регулировать минимальные стандарты, вот об этом мы должны сказать, что должны быть минимальные стандарты оказания адаптационных и интеграционных услуг. Они должны быть четко прописаны, я не знаю, реестр, само положение о стандартах, положение об этих центрах и так далее. Это все будут дополнительные документы к этому законопроекту, но они должны быть, потому что без них просто практическая реализация закона невозможна. И мне кажется, все-таки, если мы вернемся к индикаторам, то те индикаторы, которые предлагались, да, они важные. Мы должны отслеживать, сколько получило патент на работу, сколько мигрантов прошли через эти центры, центры адаптационные и интеграционные. Но, опять же, успешность адаптации и интеграции не будет отслежена через количественный такой показатель. Необходима будет регулярная качественная оценка, мы должны еще ориентироваться на качественные показатели. Те, кто прошел через эти центры, насколько они успешно интегрированы или адаптированы, это покажет качественное исследование. Само наличие мигрантов, получивших эти услуги, это качественная оценка. То есть здесь еще об индикаторах, может быть, говорить очень рано, но мы всегда говорим о том, чтобы мониторинговая часть законопроекта всегда была разработана. Но это еще не значит, что в мониторинговой части мы сейчас должны прописать с вами индикаторы. Это тоже должен быть дополнительный какой-то материал к этому законопроекту. Поэтому вот наши пожелания такие, мы готовы работать. Единственное, что мы будем это тоже с вами плотно смотреть, как мы можем подключиться, поделиться нашим полезным опытом. Спасибо. И вот в продолжении выступления Наргиз я бы хотела добавить, наверное, в законе надо предусмотреть и участие частного государственного партнерства, вернее, частного государственного партнерства, но оно как-то так, очень вскользь идет, просто это прописать более четко. Коллеги, ну, наверное, два часа мы сумели пообсуждать этот закон. Если на какой-то площадке есть какие-то предложения, вопросы, замечания, у всех есть последний шанс выступить, пожалуйста. Я не слышу особых таких желаний. Может быть, Киев, вы хотите что-то сказать? Бишкек так и не появился. Вроде бы, да, никто не хочет больше ничего сказать. Я предлагаю, по итогам все-таки мы должны что-то будем подготовить для этого закона. И общее соображение я предлагаю пересылать Анне Прохоровой, и дальше, когда у нас будет некий проект, мы, наверное, разошлем по площадкам для замечаний, и потом коллегиально отправим. Предложение касательно будущей встречи, я думаю, что вот сейчас у нас готовится законопроект, который примут до 1 января. Информации никакой нету, хотя очень тяжелый будет. Этот вопрос я задавал даже компетентным органам ФМС, но и механизм распространения информации нигде нету, и поэтому я предлагаю будущую встречу как раз-таки посвятить новой тематике о том, что мигранты с 1 января обязаны в течение 30 дней пройти сертификацию, то есть получить сертификат касательно русского языка, истории и законодательства, и подать документы на патент, на осуществление у юридических лиц. Информации нету, применение тоже, то есть как все это будет применяться, как на практике все это будет, тоже информации нету, поэтому... То есть нам из ФМС попытаться... Желательно экспертов, которые понимают. И закон об иммиграционном контроле, тоже вот очень ужесточающий закон. Уже в сторону смягчения? Слава Богу. Завтра будет обсуждение, в конце ноября тоже будет по экзаменам, тоже будет обсуждение, я пришлю информацию, просто присоединить, чтобы нам не дублировать. Вот Юрий Московский, да, жалоб не смог сегодня подойти. Да, это в общественной палате, да, то, что 20-го года будет проходить. Можно? Тоже маленькое предложение, просто мы уже как-то неформально это обсуждали, все-таки посвятить, может быть, одну из видеоконференций о работе общественных организаций с мигрантами. Да, потому что у нас достаточно... Нет, 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 именно по сети, потому что именно в странах исхода... У нас вот есть большой опыт в рамках программы, все-таки ближе это сделать к региональной программе по миграции. В Казахстане недавно вышло пособие, они написали именно по практике работы с мигрантами, юридическая помощь, там, социальная. В Москве нам тоже больше что-то сказать. Ну, если мы подготовим такую по самым разным странам... Ну, он готов, да, он готов фасилитировать и приглашать НКО. Хорошо, давайте мы подумаем, посмотрим. Значит, мне пока что нужно, нам пока что нужно слегка продлить этот проект. Ну, это на следующий год, я имею в виду, небольшую бральность. Я понимаю, да, поэтому мне нужно сначала продлить, а потом мы сможем уже говорить о видеоконференциях с января. Ну, давайте посмотрим, мы подумаем еще. У нас есть несколько предложений. Ну, я понимаю, но если ФМС не придет, у нас все подвиснет, поэтому... Итак, коллеги, тогда мы заканчиваем нашу встречу. До следующей встречи в декабре. Большое спасибо тем, кто терпеливо выждал до конца. Ну, тем, кто...